Здравствуйте! Это программа «Автоэкспертиза». Меня зовут Максим Приходько. Очень рад вас всех видеть сегодня этим вечером. Я традиционно вам напоминаю о том, что мы работаем только в прямом эфире, а как с нами связаться – телефоны на ваших экранах. Сегодня мы будем говорить о хитах вторичного рынка. Я думаю, что эта тема найдет наибольший отклик в ваших сердцах. Естественно, говорить я на эту тему буду не один, а вместе со своими двумя коллегами, которых я очень давно знаю, потому что с ними я буду говорить, естественно, на «ты». Никто не против – Андрей, Сергей. Итак, я представляю вам первого гостя – это Андрей Кочетов, технический специалист. Вот он, так сказать, ответственный у нас сегодня за то, на что смотреть, куда смотреть, вообще что там остается в живых в бэушном автомобиле. А Сергей Баландюк, он будет говорить как раз о том, сколько это стоит и реально ли, так сказать, приобрести по деньгам то, что вам приглянулось. Друзья, по традиции нашей программы, чтобы вести всех курс дел, мы сейчас посмотрим небольшой сюжет, который много объяснит, в каком виде у нас сейчас вторичный рынок, что там доминирует, и по моделям, и по маркам, это сориентирует о своих ответах, ну и, возможно, вас, так сказать, ведет в некий курс дела, что у нас сегодня, так сказать, пользуется спросом на рынке неновых автомобилей. А потом смс-голосование, вопросы, ответы. Я думаю, что я буду просто простым прудником между вами и, значит, нашими экспертами, потому что темы сегодня еще раз повторю. Да, мы же сегодня вышли первыми по продажам в Европе, соответственно, через денек-другой, можно сказать, завалированы. Мы в этом же качестве выступимы на вторичном рынке, поэтому, ну, чем ни повод поговорить об этом. Итак, сейчас сюжет, а потом мы продолжим с вами общаться. Согласно данным аналитического агентства «Автостад», количество продаж автомобилей на вторичном рынке за первые полгода в нашей стране составило 2 миллиона 700 тысяч машин. Больше всего поддержанных автомобилей отечественных марок покупают люди в регионах, где расположены автомобильные заводы. Лидером является Тольятти, где 70% – доля отечественных автомобилей в общем объеме вторичных продаж. Далее – набережные Челны, Ульяновск, Оренбург и Самара. Самыми иномарочными на вторичном рынке оказались города Дальнего Востока – Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск. В десятку вошли еще Томск, Новосибирск и Москва, в которых более 80% продаж автомобилей с пробегом приходится на иномарке. Лидер среди марок вторичного рынка – Лада. На долю этого бренда пришлось 35,5% от всех продаж. Среди иномарок на первом месте – Тойота. За полгода было продано 318 тысяч штук. Перепродажи автомобилей Ниссан за 6 месяцев составили 128 тысяч штук. Третье место среди иномарок и четвертое в общем рейтинге занимает Форд – 93 тысячи штук. Всего же в топ-10 вторичного авторынка также вошли Chevrolet, Hyundai, Mitsubishi, Honda, Volkswagen и Opel. Лидером модельного рейтинга отечественных машин является ВАЗовская «семерка», которая совсем немного опережает десятку. А наибольшую динамику показывает Лада Приора. За первые полгода было продано почти 30 тысяч штук. А вот десятка лидеров среди моделей поддержанных иномарок сохраняется уже несколько сезонов подряд. Первая – Toyota Corolla, на втором месте – Ford Focus. Третью строчку продолжает удерживать немецкий народный автомобиль Volkswagen Passat. В топ-10 поддержанных иномарок попали также Deonexia, Mitsubishi Lancer и еще две Toyota – Camry и Land Cruiser. Hyundai Accent, Chevrolet Niva и Renault Logan. Ну вот так все это у нас выглядит. Но если вы думаете, что я сейчас слово вам передам, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что Пермь вступает в бой телезрители, как я предсказывал. Здравствуйте, спасибо, что вы дождались. У нас звонок из Иркутской области. Мы вас слушаем. Алло. Алло. Да-да. Я хотел бы задать вопрос. Меня интересует по поводу Chevrolet Caprice 93-го года. Что именно? Вообще, как машина в надежности и так далее и тому подобное. Спасибо огромное. Ну, традиционно я уже вам напоминал о том, что Андрей сейчас расскажет, вообще стоит это или нет. Это все-таки американец, старый американец. А Сергей вам тут же даст блиц ответ на тему, вообще сколько он реально стоит. Тем более в Иркутской области. Ну, давайте, Андрей, начинайте. Ну, говорить о таких машинах, с одной стороны, приятно, с другой стороны, трудно. Почему? Автомобиль очень старый. Это первое. Второе. Это чистопородный американец. На что вы попадете сразу? На бешеные цены на запчасти. Просто бешеные. Ну, по крайней мере, я не могу судить о ценах в Иркутской области. Но, по крайней мере, в Москве порядок, например, цены на запчасти, наверное, на порядок выше, чем на новые автомобили. Это первое. Второе. В этих автомобилях, как правило, к этому времени большие проблемы с кузовом. Это тоже совершенно неподъемные деньги. А как вы знаете, кузов – это, наверное, основа автомобиля. Ну, и дальше мотор. С мотором там попроще. Там все-таки это большие рабочие объемы, небольшие мощности, относительно небольшие мощности по нашим временам. Там двигатели дефорсированные и долгоиграющие. Но автомобиль, который долго жил в Америке, особенно в 90-е годы, это автомобиль, который далеко не всегда хорошо обслуживался. Американцы, они, скажем так, люди безалаберные и не всегда вовремя меняют масло. Я не открываю. В Америке это действительно так. Вы уже поняли из ответа Андрея, что он просто растоптал вот так грубо ногами вашу хрустальную мечту. Прежде чем Сергей вдохнет жизнь в ваш вопрос, я просто напомню, что эта штука на раме. У него неубиваемый задний мост. Совершенно, абсолютно фантастическая работоспособная автоматическая робота. И если до вас это дело все не прибили, ну, еще пару лет смешно это говорить о том, что что-то он потребует. Ну, сальники, свечки, ну да, и вы будете частным гостем на заправке. Все правильно сказал? Да, к вопросу как раз, если еще не убили. Вот это самое главное здесь. Все зависит от того, зачем автомобиль приобретается. Если это автомобиль выходного дня, да, то есть в полном, так сказать, техническом соответствии, да, сел и поехал, то цены такой автомобиль могут составлять там до миллиона рублей. Да, то есть человек его восстановил, у него оригинальные запчасти, да, он в идеальном техническом состоянии, такие машины очень дороги. Второй вариант это если купить машину для того, чтобы как раз, наоборот, из нее сделать некую, так сказать, свою мечту воплотить. Потому что, ну, можно поискать более-менее такие достойные варианты. Но это какой диапазон в цене? В пределах, я думаю, там 200 тысяч рублей. Потому что все, что будет дешевле, это будет либо убито, либо некомплектно. А все, что будет дороже, соответственно, это ближе, так сказать, уже к какому-то такому серьезному автомобилю, который не требует вложений. То есть есть смысл купить такую машину тысяч за 200, да, вложить в нее примерно столько же и получить уже... Машину выходного дня. Я правильно все это сказал? Вечный автомобиль можно получить. Ну, практически, да. Вечный. Покупали ли вы когда-либо машину с вторичного рынка? А потом мы подъем итоги. У нас следующий звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Ваш вопрос. Вечер добрый. Мне тут присоединяется, Морец. Хотел узнать о Хонде Серви 2009 года. Еще раз будьте добры, чуть погромче. Какая модель? Хонде Серви. И год 2000 какой, вы сказали? Девятый год. Девятый год. Хонде Серви. Какие слабые, что ждать для покупки такого автомобиля? Понятно. Спасибо. Друзья, можно найти такую машину не из Америки, а здесь у нас? Конечно. Скорее всего. То есть большинство будет... Большинство будет девятый год, это будут машины, которые проданы в России. И то есть это у дилеров, не надо искать какие-то объявления, не надо посещать авторынки? Больше того, предпочтение надо давать именно таким автомобилям. Почему? И, так сказать, сколько там жизни осталось в этой машине? Почему? Девятый год, это значит машина трехлетка. Трехлетка, как правило, один хозяин. Тем более у таких, как Серви. Но по рукам они редко ходят, покупаются они в основном людьми довольно, скажем так, уравновешенными. Очень часто ездят женщины, они ездят аккуратно. Они их аккуратно обслуживают, что очень характерно. Автомобиль, в общем-то, не сильно дешевый, поэтому, как правило, относятся к нему бережно. Ну, вот, если вы найдете такую машину с реальным пробегом, там, тысяч тридцать, что вполне реально, кстати. Ну, вот, и больше того, если на этой машине не сильно буксовали в грязи, то вы купите практически новый автомобиль. Слабые места есть, да, нет? Да, есть слабые места, безусловно, это не внедорожник. И те, кто пытаются на этой машине ездить в бездорожье, но, в первую очередь, губят систему полного привода. Это может быть незаметно при езде по асфальту, но как только появляется скользкая дорога, снег, слякоть, еще что-то. Ну, вот, если человек понимает, как автомобиль должен ехать с полным приводом, он сразу заметит разницу. Ну, вот, ремонт будет недешевым. Это сразу можно попадать в тысяч на 50-60. Так, ремонт понятно. Сколько стоит это добро? Ну, я еще хотел дополнить, что второе, так сказать, такое, наверное, качество этой модели – это угоняемость по-прежнему. Да, кстати, да. Ну-ка, это уже интереснее. По-прежнему угоняемость. Сейчас пришло новое поколение сервии. Может быть, так сказать, интерес к прошлому немножко снизится, но, тем не менее, это лидер пока среди кроссоверов в Москве, по крайней мере, лидер по угоняемости. Ну, это региональный лидер, скажем так. Ну, и региональный в том числе. То есть, в принципе, машина очень популярна у угонщиков, поэтому таких криминальных автомобилей достаточно много и на рынке. То есть, они, так сказать, как-то очищаются, да, приобретают новую историю и оказываются на рынке. Здесь надо быть очень внимательным с документами. Если ПТС там с кликами, это уже повод для того, чтобы эту машину как-то проверить, попробовать через представительство, например, пробить ВИН, номер, да, что я покупатель, вот есть такая машина, я хочу ее проверить. Я думаю, что представительство может пойти навстречу. Сколько реально, сколько не жалко отдать денег за такую машину? Такая машина, девятый год, я думаю, что в пределах миллиона обойдется. Но это надо поискать. Зависит от комплектации. В зависимости, то есть, очень много у нас сейчас двухлитровых автомобилей на автомате, 2,4 с автоматом попадаются гораздо реже, они существенно дороже, ну, там, в пределах 100 тысяч. То есть, я думаю, что там 900 тысяч минимум до, там, миллиона 300. Примерно так, потому что ценообразование на вторичном рынке очень своеобразно. То есть, человек поставил какие-то опции, допы, там, сабвуферы и так далее, он включил это в цену поддержанного автомобиля, несмотря на то, что... Не факт, что он получит за это. Да, несмотря на то, что, может быть, автомобили, там, годом или двумя моложе, стоят те же деньги, да, то есть, он, вот, вложил эти деньги, хочет их каким-то образом вернуть. Наивные. Наивные, да. Вот, хорошая смс-чка из Ростова-на-Дону, что вы все про иномарки, расскажите, как у нас с отечественными машинами. А, и вправду, что мы все про иномарки-то? Давайте. Из нашего стоит что-то такое приобрести? Ну, я скажу, так сказать, по предложению, больше всего у нас по-прежнему это девятки, десятки и семерки. Вот это лидеры. Это «Жигули». Тогда я перевожу вопрос вот сюда, в красный угол, как говорится. А почему такая любовь-то, Андрей? У тебя же не рекомендуют и девятки, и десятки. А их много, и они дешевые. Вот и вся любовь. Такие автомобили покупают, ну, две категории людей, на мой взгляд. Ну, то, что я замечаю, по крайней мере. Ну, вот. Это, или, как правило, очень молодые, 18-летние водители покупают первый автомобиль на сэкономленные деньги. Отзак. Которые от папы, от мамы достались, там, студенты. Пять раз в кино не сходил, да, я понял. Они вчера купили права, но купили, получили. Это дело десятое, это уже ладно. Ну, да, сдали. Это уже не важно. Сдали. Да. Ну, вот. Им хочется любой ценой получить колеса. Естественно, они покупают то, что подешевле. Ну, вот. Конечно, они стараются купить что-то иномарочное, опять же. Ну, реалии приводят к тому, что лучше купить хорошую, например, семерку, но чем убитую, там, Хонду, ту же серую. Я понял. Два слова, Сергей. Что это такое по деньгам, девятки, десятки, и у нас снова телезрительная опроса. Это, в общем, достаточно доступные варианты. В пределах, там, 100 тысяч можно прекрасный автомобиль купить, достаточно свежий, на хорошем ходу. И один неоспоримый плюс в пользу отечественных автомобилей – это доступные сервисы, обслуживание. Это гаражный сервис, который в регионах по-прежнему очень популярный. И переборка подвески – 10 тысяч рублей. Ну, и потом привез к поколению, когда отец, дед и сын приходят в гараж и идет семейное поколение. И каждый, да, внук поколение. Ну, я так учился. Меня отец учил, как вот это все раскручивать. Абсолютно верно. Я это помню до сих пор. Ну, кое-что, конечно. У нас есть звонок, да? Есть. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Я Андрею Кочетову. Во-первых, привет передаю ему, как сослуживец, половник в Палисанах. Я хочу задать вопрос, как хорошему специалисту. Вот отслеживаете ли вы такие машины, которые были в Тайфуне в Америке или в Японии после цунами? Вот не является ли вот всплеск продаж поддержанных машин именно после этих случаев? Спасибо. Спасибо вам. Хороший вопрос. Ну, этот вопрос актуален с 2002 года, когда вот это, помните, первая была история в Европе, когда там смыло все и так дальше. На самом деле, таких машин, ну, были вот волны именно когда прошли Тайфун в Европе, потом в Японии праворучек было много, в Америке. А потом Южно-Корейский паром перевернулся немного. Да-да-да. Эти машины периодически появляются на рынке и, в общем, довольно быстро умирают по одной простой причине. Они не жильцы. Ну, вот, восстановить такой автомобиль до действительно реального работоспособного состояния, во-первых, очень дорого, а во-вторых, практически нереально. Его надо разобрать весь. Его нужно перебрать весь. Это поменять надо практически всю электрику. Но вот этого, конечно, никто не делает. Марафетят и втюхивают, в общем-то, откровенно. А самый простой, знаешь, делают скидочку. Делают скидочку на это. Это вот везде попадает. Таких надо, таких автомобилей нужно бегать ни в коем случае. Основные разъемы будут хорошие, и там будет влаги, не будет. А вот если там есть авуфер, он где-то там далеке, это как раз бывает, вот снимите с него разъем. Если он внутри весь зеленый, такой, с легкой таким налетом, оранжевый, все, до свидания, он плавал. Потому что туда вода никак не будет. Значит, ищется очень просто, очень просто определяется такой автомобиль. Скрытые полости. Нужно залезть, скажем так, ну, снять обивку дверей, посмотреть, что в них творится. Снять обивку с пола, посмотреть. Где-то вот появится какое-то сомнение, что машина была в воде, ни в коем случае такой автомобиль не покупать. Да, конденсат, все правильно. Конденсат, зелень, ржавчина, причем в самых неожиданных местах. Ну, вот, это как раз признак того, что автомобиль плавал. А если он плавал, то все. Сколько бы он ни стоил, нет, я думаю, что... Эти машины продаются со скидками только своим людям, которые знают, что покупают. А на рынке они... Они на запчасти, если идут. Или на запчасти, да. А на рынке они абсолютно закамуфлированы под такие же предложения. То есть, действительно, продать, в общем, кота в мешке. Поэтому, в принципе, вот эти события, они как бы какие-то волны, да, образовали на рынке, но погоды не сделали. То есть, они как пришли, так и ушли, так сказать. Это все, ну, в принципе, это не такой большой объем, который мог бы изменить как-то погоду на рынке. Ну, да, логично. Местами, наверное, до 10%. Я вам напоминаю о том, что у нас идет смс-голосование. Вопрос для безобразия прост. Покупали ли вы автомобиль поддержанный со вторичного рынка. Потом я оглашу. Очень интересно, как вы прокомментируете наши результаты. Ну, и что? И по-прежнему у нас лидируют телезрители. Следующий звонок. Здравствуйте. Алло. Да, да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос Челябинской области. Вот иностранное производство автомобиль. Ну, семейный, с высоким клирусом. Им надежностью, какую посоветовал бы Андрей. То есть, ну, здесь приходится много. Ну, Дмитрий вот советует Шкоду, Октавию, либо вот Авенчес. Давайте так, чтобы Сергей тоже принял участие. Скажите, какой бюджет, и тогда будет проще вам что-то сказать. Ну, я сказал, он был где-то в пределах полумиллиона. Полумиллиона. Вот чтобы большой, семейный, высокий клиренс до полумиллиона, и чтобы не дрова, это я от себя добавляю, да? Ну, бюджет достаточно такой. На самом деле, я знаю ответ, как в школе. Пока не думают, я вам скажу. Это был такой автомобиль, назывался он, я его очень люблю, он на агрегатах Mitsubishi Pajira первого, назывался он Hyundai H1. А еще был вариант Грант, и еще был вариант с полным приводом. Вот как раз полноприводный семиместный автобус. Там подключаемый передний мост, так как вот Изи Селек, по-моему, да? Ничего не есть. Вот, это замечательный чумовой аппарат. Вы пролезете куда угодно, и грибы, и рыбалка, и охота, и лыжи, и вы залезете туда, куда вообще никто не залазил своими двумя ногами, а вы туда пройдете на машине не один, а со всей семьей, с соседом, с собаками и так далее, и так далее, и так далее. Вот я бы лично проголосовал за эту машину. Очень редкий автомобиль. Это полноприводный редкий, а моноприводный, ну, мне вам что-ли рассказывать? Ну, это все, я на этом закругляюсь, вот вам, ребят, счастливый ответ. 500 тысяч рублей для семьи, для себя, для любимого. Ну, как ни странно, наверное, Largus. Из новых. Нет, это из новых. Он укладывается в 500 тысяч рублей. Это нечестно, это нечестно. Почему нечестно? Я не могу сказать еще, бог знает сколько, но месяца три-то точно. Нет, ну, вариантов, на самом деле, много, если вместительный автомобиль нужен. Допустим, Volkswagen Caddy тоже самое есть. Я думаю, что за 500 тысяч можно поискать. На пяти же полноприводный вариант в таком случае. New Clarence 160. А нужен именно полноприводный? Нет, 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 полноприводный, я сказал, от себя. Высокий. Я понимаю, что просто высокий. Высокий, да, большой дорожный просвет. Достаточно большие по просвету, допустим, Peugeot Partner, да, Citroёn Berlingo. Достаточно высокие автомобили и вместительные. То есть это вот в 500 тысяч можно вложиться. Dodge Caravan можно подобрать за эти деньги? Dodge Caravan, я думаю, года там 96-го. Они очень популярные, на самом деле, очень популярные. В хорошем состоянии, ну, где-то там до, на пороге двух тысяч. Но у него же есть двойники. Есть двойники. Кантрик, красивый. Совершенно верно. Но их меньше, а, соответственно, цены на них все равно такие же примерно. То есть разница будет там, ну, от 10 до 50 тысяч. В зависимости от комплектации, то, что там тоже очень сильно отличалось. Потом у кого-то были полноприводные версии, у кого-то не было, у кого-то были дизели, у кого-то не было. Ну, там полноприводная версия, она с точки зрения, как бы, вседорожности мало чего прибавляла. Там дорожный просвет-то меньше, чем уж гулей. Моя любимая игра. Закончилось голосование. Теперь ваш прогноз. Сколько вопрос, помните, был, да? Покупали ли наши телезрители, кто сейчас смотрит нас в данный момент, наш прямой эфир, автомобиль со вторичного рынка? Вот как вы думаете, в процентное соотношение? Покупали, не покупали? Я думаю, что 52 процента. Покупали. Я даже могу это обосновать. Не-не-не, 52 цифра. Андрей? Ну, 50 на 50. Они все двоечники, 80, больше 80 процентов признали с наших телезрителей о том, что они покупали автомобиль со вторичного рынка и ничего в этом плохого не видят. И только 18 процентов, как мне сейчас подсказали, все еще стесняются это сделать. А почему, кстати? Или очень богатые. Они очень богатые? Богатые, конечно. У нас в стране 11 процентов людей, у которых высокие доходы. Я думаю, что эти 18 процентов к ним относятся. Нет, есть структура появления вторичных автомобилей. То есть кто-то купил же их новыми когда-то, а потом, соответственно, перепродал. То есть все машины 90 процентов или 100 процентов не могут быть только на вторичном рынке. Потому что кто-то же должен этот вторичный рынок производить. Естественно, у нас игра на понижение от 500 до 450, и спускаемся из Саратовской области. Вас спрашивают, бюджет 450 тысяч рублей, Меган-2 или Санта-Фе? Я обожаю вообще вот такие качели. Я всегда говорю, это вот Роллс-Ройс или Паровоз? Меган или Санта-Фе? Я так понимаю, что Меган будет намного свежее. И, соответственно, без каких-то благ цивилизаций. Меган-2. Меган-2. Ну, честно говоря, все зависит от того, какой Санта-Фе. Если это американец, я не рекомендую. Не-не-не, не будем терять. У нас он, это его слова. Он сейчас скажет. Санта-Фе какой-то. Деньги, Сергей, деньги. Я считаю, что в любом случае Санта-Фе будет за эти деньги достаточно ушатанной. Понял. Значит, Андрей, у нас еще один звонок, поэтому вы должны быть... Что вы? Ты должен быть кратким. Очень кратенько. Значит, насчет ушатанного Санта-Фе как повезет. Поскольку Санта-Фе действительно очень крепкий автомобиль. Так. Единственное, что он будет старый. Он действительно будет очень старый. Рено Меган в двух словах. Рено Меган, ну, я думаю, что тоже будет не сильно молод. Но дело в том, что по живучести, наверное, Санта-Фе будет покрепче. Угу. Ну вот. Вот вам простой ответ. Если вы что-то поняли из этого, я за вас рад. Следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Подскажите, пожалуйста. БМВ Х-3, 5-6-й год. Бодачки есть. БМВ Х-6? 5-6-й год, правильно? Третий, третий. А, Х-3, 5-6-й год, да. Ой, господи, да. Отлегло от сердца, я уж по-моему неужели проезжал. Ага, ну ладно. Х-3. Я, насколько помню, у них капризная достаточно. Подвеска нежная. Вообще машина недешевая. Очень недешевая обслуживая. Вне зависимости, откуда она пришла из Европы, лизаметки. Это первое поколение, я так понимаю. Разговор о первом поколении. Ну, 20-й, 5-6-й год. А какой-то? На самом деле не сильно удачный автомобиль, на мой взгляд, даже при рождении. Наверное, это одна из тех... Я не хочу ни в коем случае обидеть БМВ, но это, наверное, одна из неудач БМВ. Ну вот. Потому что автомобиль достаточно капризный. И капризный именно с точки зрения техники. Ну вот. Есть там еще проблемы с управляемостью. Ну, много всяких нареканий на этот автомобиль были. Но вот когда он еще был новым. Скажем так. Ну вот. Не знаю. Я бы, наверное, не советовал брать такую машину. Я бы, наверное, поискал что-то более интересное. Именно с точки зрения конструктива. Тогда давай в двух словах альтернативу, чтобы человек понял, на что надо равняться. Не X3, а кто? Цена. Я думаю, что за те же деньги можно... Цена вопроса. Можно найти примерно тех же лет Туарег на пружинной подвеске. Да. Простой без... Отличная машина. Совершенно верно. Простой, неубиваемый. Просто я так понимаю, что человек ищет что-то себе достаточно такое брендовое, пафосное. То есть, эмельку, я думаю, за этим не найдешь. А вот Туарег можно найти. Ну вы поняли, значит, куда он двигается, если вдруг X3 вам не приглянется. Следующий звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый день. Алексей Ростов. Здравствуйте. Я хотел узнать, Киа Спектра 4-5 лет. Какие слабые места и сколько примерно будет стоить? Спасибо большое. Эх, как у нас аудитория. От X3-го БМВ до обыкновенной Спектра. Ну, оценяю. Ну вы же оба ездили на этой машине. И скромничать. Вы сейчас драко должны... Спектр отличные автомобили. Так, это первое, запоминайте. Второе. Достаточно популярно. Очень много предложений по Спектру в вторичном рынке. То есть, он в десятку самых популярных моделей входит вообще по рынку. Ну, потому что он местный. По вторичному. И я думаю, что так, 4-5 лет, это у нас там, это у нас получается 8-й, да, 7-8-й год. Да. И жесткая сборка. 7-й, 8-й год, я думаю, что можно где-то тысяч за, ну, за 300 можно найти машину. И даже с автоматом. Я думаю, что там разница в ценах, получается, в районе там 10-15 тысяч автоматов. То есть, там больше возраст и пробег уже. Я понял. И что это такое само по себе-то будет? Ну, на самом деле, автомобиль очень выгодный. Это один из немногих, так называемых, одна из немногих так называемых иномарок, которые обходятся, в общем-то, вполне, ну, практически в наши отечественные деньги по обслуживанию. Ну, расходники, свечки, фильтры, колонки. Да, да, да. И самое главное, что, скажем так, у нее подвеска живет там, ну, если, конечно, на ней не издеваться, там, 120-150 тысяч, в общем-то, в среднем нормально. То есть, в принципе, восстановить даже такой автомобиль по подвеске, если какие-то проблемы будут именно после такого пробега, это будет, ну, скажем так, сравнимо с той же «десяткой» перебрать убитую подвеску «десятки». Может быть, там, ну, на 20% дороже, но не более. Но все равно приемлемые деньги. Братцы, мы с вами вышли на международную орбиту, поскольку у нас сейчас звонок из Молдавии. Алло. Алло. Да, мы вас слушаем, здрасте. Здравствуйте, меня зовут Виктор, я в Молдавии. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ваше мнение про «Ауди ТТ» 2007 год. Ой-ой-ой, еще разок, будьте добры, модель какая? «Ауди ТТ». И год? 2007. 2007. Спасибо большое. Вообще, конечно, для маленькой солнечной Молдавии «Ауди ТТ» прекрасный выбор. Но это я так. Кабриолет. Без всякой лести. А почему нет? За эти деньги можешь кабриолет найти? Я, честно говоря, вот несложно ориентировать наше образование. Возможно, человек сюда приедет, здесь купит и будет здесь ездить. Здесь, если покупать, то я думаю, что все равно там 900 миллионов, я думаю, в этом диапазоне. Хорошие варианты, да? Потому что чем дороже автомобиль, чем старше он становится. Полноприводные, как правило, эти машины вот этого возраста, они где-то на 50%, может быть, даже больше, пригнаны из Германии. Там почему-то вот из Германии... Ну, да, они там, наверное, 90%. Из Европы машины почему-то же полный привод не жалуют. Даже на вот эти 200-сильные версии, они идут на моноприводе, как правило, с автоматами. То есть, в принципе, кватор надо упереться, чтобы поискать. Вот. И поскольку чем меньше предложений, соответственно, и ценообразование там будет совсем другое. Они будут дороже, как правило, существенно. То есть, стоит ли за полный привод переплачивать, это уже как бы решать человеку, да? Андрей, вот вопрос, который вот, ну, как говорится, на твою мельницу. Ниссан Цефира, 98-й год. Расскажите, спасибо. Курганской области. Ну, во-первых, это... Я просто приоткрою завесу тайны. Доверник, правоваручка. Нет такого автомобиля, произведенного в Японии, с правым рулем, который бы не протестировал Андрей, потому что он долгое время, по долгу службы, защищал родину именно с того края, с Дальнего Востока. Поэтому, когда вот это все началось, он, так сказать, тест-пилот был сразу, с корабля на балл, а потом уже, так сказать, при переезде суда к нам поближе. Ну, это я все. На этом моя реклама закончилась. Давай рассказывай. Ну, для людей, скажем так, западных, чтобы было все понятно, Цефира – это максимум. Это раз. Да, это раз. Значит, практически это точная копия. Только с правым рулем и с более богатым оснащением. В те времена праворукие японцы очень сильно отличались от европейских версий. Они были на порядок богаче. И, наверное, с точки зрения надежности эти машины, я боюсь перехвалить, конечно, но, по крайней мере, особых проблем с этими машинами люди не испытывали. То есть, ну, я знаю, что люди, например, покупали в свое время машину на Дальнем Востоке, и она лет через семь благополучно умирала где-нибудь за Уралом. Причем не потеряв свои первоначальные деньги. Но все-таки 98-й год. 98-й год. Вопрос состояния и сколько она бегала по России. Как она обслуживалась. Запчасти можно ее найти теперь? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Тем более, скажем так, за Уралом это вообще не вопрос. Курганская область. Курганская область. Кузов, кузов подгнивает. Кузов нет. Кстати, нет. Вот на японцах, если хороший японец, и он не ездил по московской соли. Ну, и он не попал еще к Урганской области, спрашиваю. Видимо, машина там. Она от Дальнего Востока смогла доехать до Курганска. Пока. Возможно, она еще и сюда. То есть, ее нужно смотреть сразу при покупке. Если это машина, которая пришла оттуда, то сразу надо понимать, что машина старше 7 лет, и Курганская у нее заоблачная. Это другой вопрос. Нет, нет. Сергей, я, в общем, уверен, что эта машина, она здесь уже... Хотя, скорее всего, это или конструктор, и может быть, не всегда счастлива. Ну вот. Или это машина, привезенная под чужие документы. В данном случае мы техническую сторону рассматриваем. Насчет юридической стороны, там отдельный разговор. Ну понятно. А стоит ли максимум найти примерно такую же европейскую? Как это будет стоить? И мы перейдем к следующим звонкам. Ну, насколько я знаю, в общем-то, Цефира там в тех краях гораздо больше, чем Максима. Ну, это естественно. У нас-то все это праворукая машина. Праворукая машина. Максима до сих пор в чарте, так скажем, находится. До сих пор жива старушка. Ну, это большая машина за небольшие деньги. Да. И причем ее действительно можно найти в очень хорошем ухоженном состоянии, которая там от ТО до ТО прошла. Ну, я думаю, что цен на нее там разброс достаточно большой. Потому что у них были двухлитровые версии и трехлитровые. Поэтому здесь как бы из пушки. Д-образная шестерка была. Д-образная шестерка. И в последних версиях 3,5 литра. Да. Но это был топ. И вряд ли он... Нет, на Японию за 3,5 не ставили. Для японского рынка, скажем. Нет, нет, нет. Я про Максиму говорю. Про Максиму, да. Из Молдавии в Ярославскую область переезжаем. Здравствуйте. Спасибо, что дождались. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос такой. Покупка Passat B6. Бензин FSI или дизель. И дилерская, или Германия. Угу. Спасибо. Вот тоже хорошо. Наконец-то мы от консервов отошли. Разброс достаточно большой. В зависимости от года. FSI тоже какой. Если это атмосферник. Это одно. Если это турбоверсия. Да. Вот это вот у них 1,8 T FSI. Были моторы 160 сильные. У них там были свои болячки. Нет, нет, нет. Все-таки человек спросил. Или то, или то. Ты уж так это вот раз и рассказывал. Надо сориентировать. Если мы просто берем двухлитровую. Лучше брать двухлитровую атмосферную. Это, кстати, достаточно много на рынке. Либо двухлитровую трубу дизель. 140 сил. Отлично совершенно. Мотор. И их очень много из Германии. То есть поэтому дизель. Ну, из Германии человек. Дизель это из Германии. Да. А бензинку можно здесь найти. В принципе, за те же деньги. В хорошем состоянии. Но учитывая сразу то, что машина, опять-таки, криминальная. Много достаточно ее неугонялось. И тут надо быть очень внимательным. Соответственно, если дилер, то не серый, официальный. Зачастую у них машины оказываются дешевле, чем на рынке. И плюс есть какая-то гарантия юридической чистоты. Ну, скажем так. Ну, понятно. Тогда к технике ближе. А может тогда не седан универсал, да? Его же не так угоняли. Нет, насчет дизеля, значит, насчет дизеля я согласен. Техническое состояние дизеля из Германии будет лучше. Ну, вот. Это однозначно, потому что... Но пробег будет больше. Пробег будет однозначно больше. Ну, вот. И вопрос, скажем так, моторы, произведенные для иностранных рынков, особенно дизельные, ну, вот, они более капризны к топливу. Поэтому, как он будет чувствовать себя, тем более, не новый мотор на нашем топливе, не адаптированный к нашему топливу с высокой сернистостью. Ну, вот. Это вопрос очень философский. Ну, вот. Насколько вы знаете, иностранные производители очень осторожно везут дизеля на наш рынок. Больше того, они не везут те дизеля, которые продают в Германии. Они адаптируют их к нашему топливу. Хорошо. Найдет ли он механиков? Я бы остановился на бензиновой машине. Найдет ли он механиков, достойный сервис? Потому что у официалов наверняка дорого. Дело в том, что... У официалов дорого, безусловно. Дело в том, что мотор заточен под топливо, произведенное для Европы. Переделывать никто не будет. Перенастраивать мотор никто не будет. Это, я вам скажу, совершенно глупая затея, потому что она стоит страшных денег, и никто с этим не свяжется. Вам могут рассказать. Мы переделали, мы перенастроили. Верить или не верить? Скорее всего, нет. Окей. А у нас что-то все, вот Тойота, вот у меня здесь спрашивают про Мазду 2, про Тойота Ауэр с 2008 год. Сейчас будет звонок тоже. Я вас очень прошу, а то ведь у нас сюжет, помните? Там все-таки европейские марки тоже принимали участие. А то у нас, как бы стесняясь, Volkswagen отметился и привет на этом. Поэтому давайте мы сейчас звоночек примем, а потом о Форде Фокус поговорим. Я его очень люблю. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить Honda Accord 5-годовала и какие качества ее? Что мне стоит бояться? Спасибо. Угодно. Раз сколько стоит, начнем тогда Сергея. Сколько стоит? Так, значит, у нас автомобиль 2007 год. Ну, принято, да. Аккорд. Ну, я думаю, что где-то 1500-700. Вот такое дело. Нет, даже 500 – это совсем низкий порог. Я думаю, где-то 700 тысяч – это реальные деньги. Может быть, даже ближе к 800. Все зависит от того, от двигателя, опять-таки. 2 литра или 2,4. 2,4 там под 200 сил. Это налог. Это налог. Ну, там не криминальный, там до 200. Но, тем не менее, их тоже достаточно много. То есть все зависит от комплектации, от двигателя. Дальше будет варьироваться в пределах 100 тысяч. Вот туда-сюда, там, скажем, 750, 850, 900. Ну, это чипобожески. Слабые места есть у машины? Вот все-таки машины не новые, потом Аккорд. Ну, таких. В зависимости от пробега, опять же, до 100 тысяч, я думаю, что особых проблем на ней не должно быть. Но они очень живучие, они очень хорошие. Хонда – крепкий автомобиль. Вот действительно, чем вот… Ну, я не беру, скажем так, Джаз и Цивик. Они все-таки пожиже будут. А Аккорд – очень крепкий, добротный автомобиль. Ну, до 100 тысяч с ним проблем ни по подвеске, ни по ходовой быть не должно. Дальше, ну, естественно, рулевая рейка пойдет, как положено. Но дальше шаровые, дальше амортизатор. Ну, я, все-таки, за эти деньги рекомендовал Мондео. Угу. Плавно, он угадал мои мысли, плавно переходим к Форду. Есть у него такая машинюшка, называется Ford Focus. Что скажете? Хороший автомобиль. С рыночной стороны скажу, что это лидер продаж вторичного рынка уже на протяжении там… Ну, как первое поколение появилось, так вот он… Где-то 10 лет производится в России, его очень много наплодилось, они очень популярны, огромный выбор совершенно. Это большой плюс. То есть, если человек покупает первый автомобиль, стоит обратить внимание на Ford Focus, потому что его можно под, так сказать, под любые нужды, под любое, так сказать, состояние, под любой бюджет можно выбрать, потому что его там, ну, например, там на площадках, интернет-площадках крупных, например, там на ВИД их там почти 10 тысяч автомобилей. А ведь еще же были версии, помните, из Америки, которые… Да, да, да. Рестайлик вообще был не похож самый на себя, да? То есть, ну, по отношению к европейской версии. Да, то есть, второй фокус, на самом деле, первый фокус только переделанный. Да, совершенно верно. Были такие приколы, но овчинка не стоит выделки, потому что рынок внутренний достаточно большой, то есть, автомобили, которые были в России произведены, а американские автомобили требуют очень много переделок, там, фары надо менять, потом у них автоматы такие жидкие достаточно, то есть, там много очень… Я только хотел сказать, но они были всегда с автоматом двухлитровыми. Да, все автоматы. И на заднем сирене не было ни одного подголовника. Совершенно верно. Вот паразиты, экономисты-то. Ну, кожаный. Ну, кожаный. Кожаный с кондиционером обязательно. И вновь наши телезрители пытаются вас свернуть на волну японского автопрома. Что это делать? А нет, 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 нет. Вот. Пермский край, что очень важно, да, Пермский край. Представили, где это и как это. Расскажите о Defender 110, трех-пяти лет. Вопрос вот совершенно непраздный, я считаю. Сергей, я знаю, ты вот, ну, практически без пяти минут фанат. Старого Defender, вот старая старина Деф, как его зовут? Я эту машину очень люблю. Несмотря на качество сборки, ужасно совершенно, по крайней мере, по салону, когда на новых машинах там отклеиваются уплотнители, висят, да, то есть вот это. То есть, ну, уазик такой, алюминиевый, по сути, но он какой-то очень душевный, гораздо более душевный, кстати, чем уазик, мне кажется. Сколько эта красота выдержит. А, ну, в Пермском крае не так злобствуют с химическими этими удобрениями, которые зимой будут выливаться. Но, тем не менее, стальная рама и алюминиевый кузов сверху. Ну, на самом деле, без проблем это живет, ну, 5-7 лет. Дальше начинаются большие проблемы, и все-таки электропару никто не отменял. Значит, запомните, если 3-5 лет, а Андрей придрог через 5-7, значит, у вас есть в запасе там пару-тройку лет. Ну, это зависит от погоды еще, естественно, ну, скажем так, если ездить на нем по пустыне, то он и ездит произойдет. Пермский край, я помню, и ездил мимо него. А там сыра, там, соответственно, срок этот месяц возвращается. Ну, не так же, как у нас. С точки зрения вложений, очень хороший автомобиль, потому что дешевеет он крайне неохотно. То есть, фактически, там, годовалый, трехлетний вариант, они очень редки и стоят, как правило, столько же, сколько и новое. Сергей, я могу тебе еще попросить. Насчет вложения в ремонт тоже очень хороший вариант. Потому что, ну, автомобиль действительно, скажем так, по конструкции очень архаичный, и за счет этого он действительно душевный. Ну, в то же время, его нужно любить, им надо заниматься постоянно. Тогда он будет отдавать все, в общем-то, это действительно правильный УАЗик. Понятно. Давайте вот о чем, прежде чем у нас люди спросят совета на тему Nissan Qashqai. Мы вернемся потом к теме, знаете, какой-то, вот Сергей ее подсказал, насколько дешевеет автомобиль. То есть, есть же такие вот мамонты, а есть год прошел и все, и тут же выгодно, ну как, грех не взять. Ну, а сейчас у нас вопрос о Nissan Qashqai, если я правильно понимаю. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня вот такой вопросик. Вот понравилась машинка, не Nissan Qashqai. Двух-трех лет бюджет, но в пределах полумиллиона. Пожалуйста, стоит, не стоит. Да, вам спасибо. Двух-трех лет полумиллиона. Я думаю, что это, скорее всего, моноприводная версия. С мотором 1.6. С мотором 1.6, да. Двухлитровый будет крайне сложно и полноприводную за эти деньги найти. Ну, можно, в принципе, попробовать, но я думаю, что это будут не самые верные варианты. Машин много на рынке. Он в тройку лидеров входит по продажам, уступая лишь CRU и RAV4, то есть он на третьем месте. Да, вот RAV4 еще, например, спросил, не видел. И, в принципе, я думаю, что если брать моноприводный вариант на ручке, то эта машина без проблем. То я, насколько помню, там были с вариатором какие-то петрушки. С вариатором были проблемы, да. Ну, они, в принципе, сейчас уже приобрели. А что тогда, давайте посоветуем телезрителю, если вот всего-то ничего, денежек, если не Кашкай, то что тогда, близко по духу? За 500 тысяч Гранд-Витар можно найти? Там все-таки постоянный полный период. Ну, я думаю, что старше, пятилетку. Пятилетку, я думаю, даже старше. Вообще Гранд-Витар, кстати, тоже очень мало теряет. Я думаю, что как бы не 7 лет. Хорошо, X-Trail тогда. X-Trail тоже дороже. Предыдущего поколения. Да, естественно, предыдущего, да. Тот, который у нас в Питере... Опять же, это уже не трех лет. Ну, это да, это уже ближе к... Ну, 500 тысяч, друзья мои, вы что хотите-то? 5-7 лет. И вопрос, опять же, вот эти все полноприводные кроссоверы, надо смотреть состояние именно ходовой части и состояние полного привода, потому что, скажем так, убить их небольшая проблема на кроссоверах, а вот восстанавливать никто этим не занимается, как правило, при продаже, а продают так, избавятся. Муфты, муфты. Муфты летят, конечно. А попутно, вот, есть ли версия, я не знаю, есть она или нет, вот сейчас мне скажите, Nissan Qashqai 1.5 дизель. Есть такое? Не российское. По-моему, в Европе такая версия была. Ну, это надо гнать, надо заказывать. Машину, кстати, я думаю, по предложениях будет крайне мало. Но, опять же, вопрос дизеля. На бензин. Если его сюда не привезли, этот дизель, то с самим дизелем могут быть проблемы. Таких вариантов стоит опасаться. Я думаю, что да, потому что вообще двигатель, насколько я сейчас представляю себе современной линейки Nissan, вообще не сертифицирован для российского рынка. Соответственно, и на сервисах этого двигателя не знают. Совершенно верно. Значит, надо искать какой-то хороший неавторизованный центр, сервисный центр, удостоверить, что там действительно его могут нормально обслужить. То есть только в этом случае. Вместе с нашими гостями мы сегодня копаемся в самых вкусных предложениях на вторичном рынке. Следующий звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, свое мнение по поводу автомобиля Киево Рио со вторым кузовом на коробке автомат 2010 года. Спасибо большое. Как приятно, что ко всем обратились. Значит, я тоже имею два слова сказать. Ну, я, ладно, я не буду запрещать. Давай. Андрей, рассказывай ты. 2010 год. Ну, что ж. Опять же вопрос, как машину эксплуатировали. Если ее эксплуатировали в нормальных условиях, то это машина с пробегом, наверное, 60-70. При нормальном обслуживании это автомобиль беспроблемный. У них очень был хороший этот кузов. Тире хэтчбек, тире универсал. Да-да-да, он действительно такой привлекательный, красивый. Он, да, очень динамично смотрится. И именно, я думаю, что из-за этого пал на него выбор. Значит, по пробегу, чисто возрастные вещи, что может быть? К 60 тысячам, как правило. Но вот эти автомобили требуют замены амортизаторов. Могут быть ступичные подшипники. Подтекает, иногда двигатель подтекает, прокладки двигателя. Ну, в общем-то, криминальных вещей на этих машинах, как правило, не бывает. Вот вы заметили, про инстанции Фира минут 10 рассказывал. А когда спросили Кирилл, ну, в общем-то, нормально. От себя я добавлю, ищите машину, которую сделан в Калининграде. Ну, по крайней мере, она была внятно родословной и худо-бедной еще не совсем заездила. Да, конечно, безусловно. Следующий вопрос, здравствуйте. Алло. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте, Краснодар. Скажите, пожалуйста, Volkswagen Passat CC, он приобретенный был в автосалоне, дизельный. Что можете сказать про эту машину? Ну, сколько она реально стоит на рынке сейчас? За какие деньги можно купить ее? Какой год? Вот классно. Я обожаю такие вопросы, потому что сначала человек купил машину, потом он спрашивает. Друзья, расскажите, что это такое? Ну, я скажу, что где-то пятилетки стоят... На ЦЦ цены доходят до миллиона ста. Но он же страшно красив, он стоит. Да-да-да. То есть там и... То есть дизельные версии, так сказать, это вот где-то в серединке. У них большая гамма моторов. Но я думаю, что все зависит от возраста. Там трехлетка – это больше миллиона существ, миллион двести, скорее всего. Но если это пятилетка, то это где-то, может быть, 850 и выше. Я не помню, когда их там начали выпускать точно, да, входит ли она там в пятилетку, может быть, она чуть попозже. Ну, в Рядке, в ЦЦ достаточно новая машина. Достаточно свежая машина. А может, походу найти. Годы седьмого, например. Нет, ну машина, в общем-то, уникальная в какой-то степени. Четырехдверное купе. Да, четырехдверное купе. Первое, очень красивое. Опять-таки, Volkswagen. То есть есть у нас любовь к Volkswagen. Не дорого, это народный автомобиль. Но дорогой народный автомобиль. Поэтому, в принципе, я думаю, что особо ему конкурентов нет. Да, вот именно по стилю, что ли. Поэтому сложно как бы что-то порекомендовать. Если человек нацелился, то надо искать хороший вариант. Друзья, сейчас вы должны с утроенной энергией ответить, потому что то все были мужики. Ну, им можно советовать бесконечно, надо все равно сделать по-другому. Но тут звонит нам барышня. Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Алло. Алло, вы меня слышите? Да. Конечно. С удовольствием ответим. А, здравствуйте. Я хочу купить на Санкт-Пайлайн, R-24 2000 года. Что вы можете о нем сказать? Спасибо огромное. Но мы уснули, можно сказать, отвечает Андрей Хочетов. Еще раз, какого года я не расслышал? Ниссан Скайлайн 2000 года. 2000 года. Ну, этот автомобиль, конечно, уникальный в своем роде. Я для остальных скажу, что это европейский Феррари. А дальше у него... Нет, это не Феррари, это скорее, наверное, любимый... А вдруг барышня купе собирается купить? Я понимаю. Если GTR. Я понял. Это предшественник GTR-ов и так далее. Да, да, да. Ну и 2000 год. Я понимаю. Дело в том, что автомобиль, вот, скажем так, именно Скайлайны, это любимая игрушка японцев с точки зрения тюнинга. Но вот в Японии очень профессиональный тюнинг автомобиля. В чистом виде вы его практически не найдете. Тем более 2000 года. Ну вот. Это будет навороченный... Где Япония, а где мы? Да. Что с тестом? Навороченный, причем очень грамотно, не в гараже, а действительно с фирменными запчастями, с фирменными расчетами. Прекрасный. Так стоит брать или нет? Вопрос, насколько он вам нужен. Этот автомобиль не на каждый день. Тем более 2000 года это уже, скажем так, не раритет еще, но автомобиль достаточно редкий будет. Ну вот. Больше того, два одинаковых Скайлайна вы тоже вряд ли найдете. Так что смотрите, если вы любите автомобиль... Можно я его перебью? Он еще будет три часа говорить о Скайлайне. В общем, помните, вы же знаете, разговорку, послушай женщину, сделай наоборот. Вот вы ее примите к себе. Если вам нравится, надо выбирать сердце на все тут. Да, безусловно. Это будет очень дорого в содержании, если хотите содержать. Это любимая игрушка, друзья мои. Я сразу уловил вот эти вот виды женской души, а вы тупо мне рассказываете, вот, а как это вот, а где это, она будет фарширована или нет. Ну, хочется женщине. Чего хочется женщине? Если хочется, то для себя можно купить, но не на каждый день. Мужланы. Ладно, с небес на землю. Подскажите, как Шкода Октавия РС 10-го года? Ну, это ваше. Отличный автомобиль. Прекрасно совершенно. По соотношению спортивности и повседневности, семейности и эгоизма, так скажем. Ну, в любом случае, надо учитывать, что там двигатель 211 сил двухлитровый. И, конечно, все очень сильно зависит от того, как машину до вас катали. Это же РС? Да. Явно не добылочный обслуживающий. Да. И учитывайте, что, безусловно, человек там не миндальничал, скорее всего, да, и не случайно ее продает, наверное. Ну, ну, игрался человек, бывает. Поэтому надо смотреть просто в каком состоянии, в общем. В каком состоянии, в общем. Не просто смотреть. А спортивная версия, Андрей, ну где лучше смотреть? Все-таки не пожадничайте, отдать эти там полторы-две тысячи рублей к сервис, официального дилера загнать? Я думаю, что спортивную машину за полторы-две тысячи вам никто всерьез не посмотрит. Ее посмотрят номинально. И возьмутся эти две тысячи. Спортивный автомобиль – очень специфическая вещь. Как правило, эти автомобили продают по двум причинам. Первое, что он уже свою отработал. Ну да, Сергей уже сказал, да, накатался. Совершенно верно, что он накатался этот автомобиль. И он требует действительно больших вложений на приведение в порядок. Второй вопрос, гораздо более редкий, но с автомобилем расстаются потому, что купили более продвинутые, современные и так далее. При этом эта машина еще не убита. Это редкий случай. Ну вот, здесь надо искать хорошего действительно специалиста, на сервисе, который может продиагностировать автомобиль от и до. Здесь надо на порядок внимательнее этим заниматься, чем при покупке обычного автомобиля обычных трех лет. Или проще все-таки обратиться к официальному дилеру, потому что они эти машины берут в трейд-ин, то есть им же надо их как-то еще продать. То есть они в любом случае ушатанную, укатанную совсем уж машину они не возьмут в трейд-ин. И поэтому надо идти к дилеру. Да, я думаю, что здесь лучше пойти к дилеру. И по крайней мере они с большей охотой откровенно о машине расскажут. И где-то там пойдут на какие-то скидки, скажут, что у них какие-то слабые болячки, тогда что нужно поменять? Я сейчас попробую, я понял, я сейчас попробую закрепить несколько вопросов в один, чтобы было проще, потому что нам вот всего-то ничего и пора расходиться по домам. Робот. Он есть как у европейцев, так и у японцев. Вот Toyota Auris с роботом и Opel Astra с роботом. Что вы можете сказать? И то, и то, и то. И тут ни другой. Так, коротко, но ясно. Я, честно говоря, скажу, что в принципе, ну так скажем, в большинстве своем просто исследовали вопрос, там, это около 40% всех автовладельцев не знает, какой тип автоматической трансмиссии у них есть. То есть в принципе, это вот половине, да, автовладельцев не важно, какой у них тип автоматы. Гидромеханика, вариатор, робот с двумя сцеплениями, с одним сцеплением. Это все автоматическая коробка передач. Но слабые места есть или нет у роботов? Слабые места есть и у той, и у другой коробки. В любом случае, он определяется прошивкой. И какую вам прошивку дилер поставит, а он может поставить любую прошивку, экономичную, агрессивную. Какой вопрос? Да, в принципе. Можно я тебя прерву в данном случае с технической точки зрения? И тот, и другой робот. Это роботы, скажем так, самые примитивные. Они с одним сцеплением, и он, что он делает за вас? Когда он думает, что нужно переключить передачу, он ее переключает. То есть вы абсолютно не управляете этим процентом. Причем он делает... Можно вручную. Я уже лишний, они уже с собой общаются. Это можно вручную, никто это уже не делает. Гениально. Это впервые. То есть люди покупают себе автоматическую коробку, чтобы вручную ничего не делать. И вот здесь наступает первое разочарование о том, как этот робот работает. И там, и на той, и на другой машине они практически одинаковые по устройству. Действительно отличаются прошивками. Но суть не в этом. В любом случае к нему надо приноровиться. Если вы ездите, не торопясь... Все, 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 40 секунд. Андрей, приноровимся. У нас всего-то ничего. Давайте оба говорите до свидания. Огромное спасибо вам всем, что вы нас смотрели. Говорите до свидания. До свидания. До свидания. Мы сегодня попытались вместе с Андреем Кочетовым и Сергеем Баландюком определить, что же нового у нас на вторичном рынке, есть ли там хорошие машины. Есть. Есть. Это здорово, это радует. Поэтому добро пожаловать в следующую субботу. В ближайшее выходное отправляйтесь на рынок. Просто как на прогулку. Посмотрите, что там продается, что предлагается. Возможно, что-то вдруг вы купите. Совершенно спонтанно. Только не говорите жене. Это же все-таки внеплановая покупка. А вдруг вы купите Skyline? Всем всего доброго. Спасибо, что вы пришли. Всего доброго. Мы были исключительно в прямом эфире. Впрочем, как всегда. Впрочем, как всегда.